Слово По земле засиял небосвод голубой, а потом появились растения, звери и птицы, и мы, значит люди, и я, и я, да, и ты, и твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, мои хорошие. С нетерпением ждал новой встречи с вами, чтобы продолжить чтение рассказа Николая Семеновича Лескова о праведниках кадетского монастыря, добрых, честных и преданных своему делу людях, удивительных. Генерал-майора Михаила Степановича Перского, директора корпуса, которого писатель называет игуменом кадетского монастыря, мы уже знаем, а сегодня новый герой. Второй номер за игуменом в монастырях имеет эконом. Так было и у нас в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым, одним из воспитанников кадетского корпуса, а впоследствии поэтом, эконом в чине бригадира Андрей Петрович Бобров. Я ставлю его вторым только по подчиненности, и потому что нельзя всех поставить вместе в первых. Но по достоинствам души, сердца и характера, этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский. А сердцем Бобров был еще теплее. Он, разумеется, был холост, как и надо по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Эта любовь у нашего бригадира была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит, и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить. Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицу и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским. А был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-призасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно. Но Андрей Петрович немало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле, и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалование, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшливости. У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно. Уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире. Наш бригадир заведовал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятой научную частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство. Да это было и не нужно при таком экономе, как Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично. В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадетов и всей прислуге без исключения. Сумма расходов простиралась до 600 тысяч рублей ежегодно. Но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже 3 тысячи рублей положенного ему жалования он не получал, а только в нем расписывался. Тут я и расскажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалования, и о которой будто бы знал император Николай Павлович. У нас в первом кадетском корпусе было очень много людей бедных. И когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалование. А мы ведь были идеалисты ужасные. О доходных местах и должностях у нас и мыслей не было. Какие удивительные были люди. Андрей же Петрович сожалел о бедняках и безродных, и хотел, чтобы из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданное. Серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных. Восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро для общежития. Когда товарищ зайдет, ну, чтобы было у тебя чем дать чай хлебнуть. А к чаю могут зайти двое и трое. Так вот, чтобы было чем. Так это и соразмерялось. Накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль на всю жизнь внушалось о товариществе. И диво ли, что оно было. По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. С сорок ряду лет он буквально не выходил из корпуса. Но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело. Все хлопотал, чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты. Мошенники – это были мы. Так он называл кадет. Разумеется, употребляя это слово, как ласку, как шутку. Мы это знали. Всякий день он вставал в пять часов утра и являлся к нам в шесть часов, когда мы пили сбитень. После этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил кормить и кормил нас прекрасно и очень сытно. Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было. Все ели, сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо. Белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был. Сдерживался, но внутренне ужасно болел. Кипятился, как самоварчик. И, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не утешить мошенника. Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать. Но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет. Пошел, мошенник, вперед себя не доводи. Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду. В такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных. И когда их выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил. А по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел. Самым бывало кашу маслят и торопятся тарелки подставлять, а сам твердит, ну, скорее, мошенник, скорее, глотай. Все при этом часто плакали. И арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира. Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если бывало случиться ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик. Андрей Петрович на плацу! Больше ничего не нужно было. И все знали, что делать. Все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно. Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик. Ворочается, бывало, у нас на руках, кричит, «Мошенники, вы меня уроните, убьете! Ведь мне нездорова!» Но это не помогало. Такой вот удивительный был человек. Ему посвящено еще несколько глав у Николая Семеновича Лескова в замечательном этом рассказе о Петербургском кадетском корпусе. Но об этом в следующий раз. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь! Люби ближнего твоего, как самого себя.